своих ступенях и что дает благовещение что дает благовещение что это такое благо это что-то хорошее что было создано а весть то есть хорошую весть получает человечество какая хорошая весть которую получает человечество она получает весть что человек несмотря на то что все в жизни его может быть плохо, несмотря на то, что в жизни может быть полный распад жизни, человек может потерять все, потерять имущество, жену, мужа, потерять здоровье и так далее, но благовещение говорит весть о том, что был один, который был обычным человеком, но который в дальнейшем смог воскреснуть, и это говорит о том, что в человеке, в каждом должна быть вера, и человек не должен, и здесь самое главное или самое важное, чему это должно научить человека, никогда в жизни своей не отчаивайтесь, не отчаивайтесь, несмотря ни на что, все равно сжимайте зубы, все равно боритесь, все равно верьте в доброе, все равно верьте в радость, не слушайте никого, все равно стремитесь, все равно боритесь, все равно поднимайтесь, все равно старайтесь все равно что-то делайте это и есть наша внутренняя сила когда человек говорит нет сил у меня я все время говорю сил нету тела я как в прошлом человек болеющий тяжелым онкологическим заболеванием хочу сказать что иногда так было в моей жизни когда не было ни сил не возможности не финансов ну а нужно было что-то делать и в этот момент у меня было желание и физическая потребность лечь и лежать и тихонечко сдаваться но я сжимал зубы включал скорость и бежал и говорил все равно все равно верю что прорву все равно верю что добьюсь все равно я верю и все равно я верю и так будет всю жизнь когда плохо я сжимаю зубы и делаю когда мне плохо я приседаю когда рука не гнется я поднимаю это такая особенность моей жизни я хочу сказать что это в моей жизни очень не помогло и в во многом помогло остальным людям, именно этому обучает вот эта благая весть, что все может воскреснуть, если есть у человека внутреннее желание еще бороться. Воскрешение обозначает желание победить, желание побороть, желание посражаться, желание, как сказал Кришна Арджуне, он сказал, надо бороться, потому что жизнь дана для борьбы. С чем бороться? Есть ли борьба, о которой пишется в Махабхарате? Есть ли борьба, борьба и нужна ли борьба человеку? С одной стороны борьба человеческая может быть физическая, с другой стороны она может быть душевная и духовная, с третьей стороны она может быть умственная, но человек может быть растением, он может ни с чем не бороться. Почему у человека появляются негативные состояния, физические болезни, почему у него все это получается или почему это возникает? Для того, чтобы человек боролся. Почему? Особенность такая, если очень часто порядок, то тогда рано или поздно начинает все разрушаться. Поэтому борьба дает человеку возможность двигаться вперед, а сложности выковывают из его души настоящий алмаз его прекрасной души. Если бы в человеческой жизни не было неприятностей, если бы человека в детстве, допустим, кто-то не обидел, если бы в детстве человека кто-то бы не воспитал, то этот человек в жизни своей был бы другим. Так, в случае, если человек добрый, то значит он познал зло. Если человек готов заплатить за что-либо, значит он познал бедность. Если человек хочет помочь, он познал болезни. Это такая особенность людей. Что-то плохое кует в нас, что-то прекрасное. Любыми состояниями преодолевания наших страхов, любые состояния, когда наша надежда и вера создают наш подвиг, и мы все равно живем, кует в нас прекрасную субличность, которая похожа на бесконечное огранение или шлифование и полирование нашей души. Такого прекрасного, божественного. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!